ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК 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 Понятно. Но все-таки... Так, от Элла похмельная. Ты завтракать будешь? Только воду. И рубашку смени. КОНЕЦ Никита, иди завтракать! Лена, ты все-таки с ним помягче. Ему сейчас и так плохо. А кто виноват, что он так плохо? Я что? Мы все затюкали мальчика. Вот он и... Ну и что все затюкали? Живет все тут на всем готовом. Никита! Доброе утро. И садись. Спасибо. Никитушка, вам что положить? Может бутербродик? Не-не-не, я только чай. Ну естественно. Лена! Что вам? Все в порядке? Вот так. Ба, ну куда столько-то? Именно столько. Это лучшее средство от похмелья. Мой Коленька всегда так делал. Пейте, Никита. Это наш старинный семейный рецепт. Передается с поколения в поколение. Лен, не ерничай, пожалуйста. Я не ерничаю. Скажите, Никита, и часто вы так отдыхаете? Может, это у вас наследственное? Нет, не наследственное. Ирина Николаевна, вы извините меня за вчерашнее. Я не хотел, но... Накипело и выплеснулось. Лена! Ну что? Что, мама? Мне вообще уже пора. Ты в центр подбросишь меня до банка? Что тебе нужно в банке? Нужно. Ты же меня в свой офис не пускаешь? Ты что, собираешься в банке распространять свои БАДы? Мама тебя выгонит с позором. А вот не выгонит, вот увидишь. Ой. Хочешь научиться на своем горьком опыте? Пожалуйста, я тебе мешать не буду. Всего доброго. Никита, хотел предупредить, у нас там водка стоит. Это для компрессов. А в аптечке настойка боярышника исключительно в медицинских целях. Мам, поехала. Понял. Никитушка, вы на нее не обижайтесь. Просто постарайтесь некоторое время не попадаться ей на глаза. Ну, а как не попадаться? В комнате прятаться? А что, я иногда именно так и делаю. Мам, ну ты идешь, а? Иду, иду. А что? Сам виноват, сам терпи. Да, Эдичка. Уже бегу. Здравствуйте. Здравствуйте. Позвольте. Ой. Здравствуйте, Елена Николаевна. Доброе утро. Как вы потихоньку обживаетесь на новой должности? Ну да, обживаюсь. Только чем больше обживаюсь, тем больше думаю, так ли мне повезло. Это вполне нормальная реакция. Простите. Пожалуйста. А это вам, Елена Николаевна. Спасибо. А у меня есть чем писать. Не сомневался? Ну, это статусная вещь. Привыкайте. Думаете, пора? Уверен. Можно сесть? Конечно. Спасибо. Скажите, Лена Николаевна, а вы коренная тетюшивка или тетюшанка как там? Тетюшанка. Прям как парижанка. Здорово. Почти. Да, я родилась здесь. В таком случае я могу попросить показать свой город? А то я кроме ресторана, спортзала, гостиницы больше ничего не видел. Хорошо. В субботу или в... Ну, Николаевна, где суббота, где мы? Давайте прямо сейчас. Как? А работа? А это самое, что у меня есть, работа. Я как руководитель должен знать город, в котором живут люди, с которыми я работаю. Глубокий подход. Вы через шесть минут. Евгений Николаевич, а... И спасибо, что мне отказали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Добрый день. Я к директору банка по личному делу. Проводите меня. Я не знаю, где кабинет. Позвоните секретарю, запишитесь на прием. У меня нет времени на всю эту бумажную волокиту. Это вопрос жизни и смерти. Кого? Директора? И его лично, и всего вашего банка. Я вижу вопрос в ваших глазах. Так вот в этой сумке ответы на все ваши вопросы. Вы меня понимаете? Понимаю. Никита Андреевич, почему вы опаздываете на работу? Алексей Дмитриевич, я... Я был вчера на дне рождения у друга. О, судя по запаху, это не день рождения. Это юбилей. Пройдемте ко мне. Идите в кабинет, в кабинет. Быстро, быстро. Открывайте дверь, если сможете. Не-не-не-не-не-не-не. Надо, голубчик. Надо, надо, надо. Лечить подобное, подобное. Лучшего медицины еще не придумала. С2Н5ОН. Чистый спирт. Спирт. Давайте, голубчик, а я посмотрю. Пять лет не пью, а смотреть люблю. Давайте, давайте. Выдох. 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 Дышим. Дышим. Все хорошо. А теперь, голубчик, идите-ка домой. Потому что в этом состоянии вы все равно не работник. А прием? Ну, какой прием? Что вы, если будут пациенты, я сам их приму. Я тоже лор. Хоть и детский. Ну, ничего, голубчик, все мы были молодые. Все мы делали ошибки. Идите. Спасибо. И запомните, Никита Андреевич, неправильный опохмел ведет к вторичному пьянству. Давайте, без рецидивов, голубчик. Спасибо, Алексей Ильич. На воздух. Да, слушаю. Да, филармония. Начальник отдела кадров Рыбаков. Ероида Кузнецова была. Ну, в смысле, есть. Что? Что, значит, оказывалось, сопротивление понимать нет? Какое отделение? Будут через 20 минут. Вот это класс. Камера просто бомба. Не то, что твоя мыльница, да? Я бы земля. Ну, давай посмотрим, что получилось, а? Лесь, ты что тупишь-то, а? Здесь другой режим нужен. Видишь, лажу получается. О, держи. Этот намного лучше. Попробуй на длинном фокусе. Ну, как? Вот так нормально? Ну, вот. Совсем другое дело, да? Класс. Слушай, пойдем туда дальше. Там такое клевое место. Пойдем. Немедленно выпустите меня отсюда! Жандарм! Откройте эту чертову дверь! Вы не смеете держать меня здесь! Это нарушение прав человека! Я до Страсбургского суда дойду! Вы вообще в курсе, кто я? Кто? Кто? Меня в городе каждая собака знает! Я известнейшая певица! Хам! Я вас никогда не видел и не слышал. Я камерная певица! А, ну, тут оно и видно. Хам! Плебей! Вы еще пожалеете, что связались со мной! Я вам устрою! У меня связи в городской, в областной администрации! Я вас в порошок сотру! Понимать нет! Только прекращайте оскорблять при исполнении! А то по другой статье пойдете! По какой еще статье? Оскорбление при исполнении! Хотя вы и так по ней идете! А тогда тебе терять нечего! Жги, мать! Какая я вам мать! Кузнецова Ираида Степана, я так понимаю? Да, это я! Выпускай! Меня выпускают? Совсем? Да! Скажите спасибо вашему мужу! Кому? Здравствуйте, Ираида Степановна! Да, Ирина Николаевна, честно говоря, вы только не обижайтесь, но экскурсовод из вас не очень. Евгений Николаевич, если бы вы предупредили, что вам нужна развернутая экскурсия, я бы как-то подготовилась. А так все, что могу. Вот слева парк, справа здание бывшего поместья графини Вахромовой, ныне Крывечки музея, постройка 19 века. Прекрасно. Вот давайте туда и зайдем. Евгений Николаевич, то посещение музея как-то не входило в наш план? Я вас очень прошу, я первый раз в тетюшеве. Мне так хочется посмотреть Крывеческий музей, это просто вопрос жизни и смерти. Нет, конечно, если вопрос жизни и смерти, то пожалуйста. Музей закрыт. На реставрацию. Ну вот видите. А может договоримся? Какова цена вопроса, командир? Дело в том, что я проездом из Москвы. Оно и видно, что из Москвы сразу деньги. А деньги не все, между прочим, решают. Полностью с вами согласен. Могу сбегать за бутылкой. А вот обижать не надо. Здесь культурное учреждение, между прочим. Здравствуйте, Елена Николаевна. Ой, Илья Сергеевич, здрасте. Познакомьтесь, Илья Сергеевич Полуяров, прекрасный педагог нашего гуманитарного колледжа. Илья Мандовский, Евгений Николаевич. Очень приятно. Наш новый генеральный. Гуляйте. Ну да, хотели посетить экспозицию, но, к сожалению, закрыто на реставрацию. Понятно. Как-то нелогично получается, почему товарищу можно, а нам нельзя. Потому что у товарища здесь занятия со студентами. Он здесь работает, между прочим. Ну, в общем, Евгений Николаевич, не судьба. Ну, ладно. Елена Николаевна. Да. Проходите. Я договорился с директором. Спасибо вам большое. Спасибо. Не за что. Спасибо. Как так? Там даже сигнализация не работает. С ними будет, экскурсовод. Под вашу ответственность, Илья Сергеевич. Илья Сергеевич, спасибо большое. И бог ради извините, что так получилось с ужином. Я понимаю. Работа. Да. Ну, теперь за мной должок. И как-нибудь обязательно еще сходим. А может, завтра? Завтра? Ну, если у вас, конечно. Нет никаких дел. Ресторан огни? В семь часов. Вечер. Хорошо. Илья Николаевна, нас ждут. Иду. Еще раз спасибо. Попов. Здрасте. Опаздываю. Извините. Ну, вы учудили, Сан Саныч. Муж. Ничего умнее придумать не могли? Извините, Рася Павловна. Но вопрос никак не решался. Вот и пришлось понимать. Ну, ладно. В конце концов, я бы и сама прекрасно справилась с этими сатрапами. С вами просто быстрее получилось. Было бы с кем бороться. И Раиса Степановна. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Вы паспорт забыли? Спасибо большое. А вообще-то спасибо вам, Сан Саныч. Выручили. За всегда, пожалуйста. Ну что, муж, освободили застенку, ввезите теперь домой. Прошу. Надеюсь, не забыли, где мы живем? Ну, конечно, помню. Муж. Прошу. Город Тетюшев основан в 1716 году казачьим отрядом под предводительством атамана Степана Тетюша. И с тех пор долгое время являлся крепостью и острогом. В первом зале как раз и представлен макет этого острога, но, к сожалению, сейчас он закрыт на реконструкцию. А в этом зале представлен более поздний период. Это начало 19 века. В этом зале представлены предметы обстановки семьи помещика Гарского. Вот, посмотрите, пожалуйста, кубки, различные предметы. Кстати говоря, на одном из кубков изображен портрет императрицы Елизаветы Петровны под Балдахином, что является редкостью. Малоизвестен тот факт, что один из сыновей помещика Гарского, а именно младший сын Аполлон Гарский, был декабристом. Правда, второго эшелона. Это значит второго эшелона. Ну, есть декабристы всем известные, а есть Аполлон Иванович Гарский, самый малоизвестный декабрист. Это как посмотреть. Если мне не изменяет память, Аполлон в 15 лет написал поэму «Елена Прекрасная» и посвятил ее своей 12-летней соседке. Как там точно? Хочу Еленой я узреть прекрасный лик еще при жизни, или в северной своей отчизне, любви не зная, умереть. Что там еще? Время восстания ему было 18, он только приехал в Петербург, случайно зашел на заседание кружка и был арестован вместе со всеми. Но своих новых друзей не предал. Отправился в ссылку и в возрасте 21 года умер от горячки. Ну, Евгений Николаевич, удивили так удивили. Скажите честно, вас как управленца к нам прислали, или, может быть, вы тайный историк нашего города? Все очень просто. Мои родители хотели видеть меня историком, а я хотел делать историю, а не изучать ее. Серьезная задача. Я вообще человек амбициозный. Я даже не знаю, у меня продолжать экскурсию, или, может быть, вы сами расскажете? Нет уж, давайте каждый будет заниматься своим делом. Ну, тогда продолжим. Давайте. А в следующем зале представлен еще более поздний период. Это уже конец 19 века. Пожалуйста, здесь вы увидите картины и предметы различной коллекции. Спасибо, Сан Саныч. Поездка была незабываемой. Не за что. Если надо куда подвезти, я завязываю всегда понимать нет. Рада, это нормально? Я тебя просто целый час жду. Аркаш, ну ты интересный человек. Мы что, договаривались? А как же? Вчера. А чего сразу орать-то? Ты мне кто, муж? Не муж, но все-таки не человек. С которым ты едва знакома, кстати. Аркаша, хватит. Я жутко устала, а тут ты со своими претензиями. Ираи Степановна, вас проводить до двери? Ираи Степановна есть кому провожать. А может, Ираи Степановна сама решит, кому ее провожать? Аркаша, ты чего пришел? Может, ты деньги за бады принес? Бады? Бады, бады. А, я думаю, я не могу себе позболить. Ой, ну не хочешь, как хочешь, пожалуйста. Я два набора отдам Сан Санычу, он хотел. Застегните Сан Санычу, а то простудитесь. Да. Рада, ты меня не поняла. Я не могу себе позволить купить один набор. Даже два. Я куплю три. А, ну отлично. У тебя один уже есть, вот тебе еще два. Деньги занесешь вечером. На чай не приглашаю. Очень устала. И тоже застегнись. Простудишься. Может, вас подвезти? Я на машине. Ну, спасибо. Не надо. Я люблю прогулки. Все-таки на здоровый образ жизни. Вот бады. Чепуха всякая. На этом наша экскурсия по Краеведческому музею закончена. Благодарю вас за внимание. Спасибо. Подождите, а что там за галерея? А это картины местных художников. Вы обязательно посмотрите. Это очень интересно. А я вас покину, с вашего позволения. Всего хорошего. До свидания. До свидания. Ой, а эта картина здесь очень давно висит. Это наш местный художник Кондратьев Петрович Беляев. Аленышкина горка. Правда. Очень похоже. Это какое-то конкретное место? Конечно. У реки. Там очень красивый вид на город открывается. И туда все наши влюбленные приходят. Ну, такая местная городская традиция. И вы там тоже были? Конечно. В детстве. С папой. Красивое место. Очень. И картины тоже. Красивые. Так, замри. Еще разок. Давай в профиль теперь. Ну, Буа, не смейся. Сделай бандитское лицо. Ну, бабуль, ты даешь. Ну, я надеюсь, ты теперь с бадами-то завязала. Да вот еще. Меня не остановить. Я теперь распространительница-рецидивистка. А брат деда бежал темной ночью. За правду он долго страдал. Шухер. Полиция. Ой, Никитушка, идите к нам. Только матери как договорились с ней слово. Ба, я что, сумасшедшая? Привет. Привет. Как дела? Нормально. Лечил весь день. А у тебя? Где была? Что делала? А что у меня может быть? Я весь день в колледже была. А. Ясно. Я смотрю новый фотоаппарат. Ага. Дали поюз. Я же тебе с утра говорила. Ты ничего не помнишь? А, ну, понятно. Так, Никитушка, мойте руки и садитесь за стол. Баланда готова. Да. Спасибо за приятную прогулку. И вам спасибо, Евгений Николаевич. Я так много нового узнала. Не только про наш город, но и про вас. Ну, всего доброго. Ну что, давайте я вас хоть до подвеса провожу. А, ну, хорошо. Здрасте. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну, все. Теперь разговор к мне оберешься. А что такое? У вас общественное мнение пугает? Или вам не нравится, что мужчина провожает вас до дома? Да нет, просто непривычно. Ну, мы же ничего такого не делаем. Попали за нами целуемся. Хоть бы все еще не хватало. А вы никогда в подъезде не целовались? Ну, почему? Просто мне уже не в 17 лет. Ну, возраст. Он же не в паспорте, а внутри. Ну, мне и внутри. Мне 18. И я этому рада. Почему? Глупости больше не делаю. До свидания, Евгений Николаевич. Всего доброго, Елена Николаевна. Кушайте, Никита. Это вам добавочка. Вам нужны силы. Пожалуйста. Ленка, это ты? Я. Иди к нам ужинать. Ой, бегу. Я голодная, как зверь. Так. Привет. Добрый вечер. О, Никита сегодня трезвый. Мам, ну не каждый же день. И большое спасибо ему за это. Добрый вечер, Евгения Николаевна. Добрый вечер. Пожалуйста. Спасибо. Ну что, как день прошел? Мам, как твой банк? Тебя не выгнали? Посмели бы они. Леська, как учеба? А что? Учеба и учеба. Учусь, учусь. А как у тебя, Лена, на работе? Прекрасно. Я смотрю, Никите полегчало. Николай, вы извините, пожалуйста, еще раз за вчерашнее. Никита, да мы все давно про это забыли. Почти. Вы, конечно, можете сказать, что я зануда. Кто ты, Лена? Да что ты, боже упаси. Но я сегодня в сумке нашла у себя любопытнейший документ. Ничего, если я разглашу медицинскую тайну. Сайко Николаевна склонна к немотивированным вспышкам ярости и отличается выраженным биполярным расстройством психики. Нет, нет, вы не отличаетесь, вы не склонны. Да ладно, Никита, ну что вы, все правильно. Я, конечно, в терминах не очень разобралась, но основная мысль-то ясна. Спасибо вам большое, дорогой семейный доктор, за этот чудесный диагноз. Теперь, если кого-нибудь убьют, то вы имейте в виду, мне ничего не будет. Я псих, у меня справочка имеется. Вы извините, мне завтра рано вставать, я спать. Угу, спокойной ночи. Мам, ну со справкой это перебор. Да? А это не перебор? Ладно, я в душ, ко мне не ломиться. Нет, Лена, ты не зануда. Ты редкая зануда, Сайко Николаевна. Ого! Мам, ну со справкой это перебор. Спокойной ночи! Никит! Никит, ты спишь, что ли? Продолжение следует. Прностика. Раста-раста. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Доброе утро. О, муж вернулся. А что это мы дома не ночевали, а? Вот я... Вы забыли в машине вчера. А я думаю, чего это мне никто не звонит? Звонили. Аркадий Иначе звонил уже пять раз. Ну, я ответил. Понимать нет. Надо же. И что же вы ему ответили? А я сказал, что вас нет рядом. В смысле, рядом с телефоном. Ну, надеюсь, он именно в этом смысле вас понял. Не думаю. Он сказал, ах, вот так, и отключился. Понимать нет. Я думаю, что скоро придет. Даже не сомневаюсь. Ну, что ж, спасибо за телефон. Пожалуйста. Что-то еще? Нет. То есть, да. У вас вчера был трудный день. Да уж. А вот я и подумал, может быть, вам как-то надо расслабиться. Ну, в смысле, снять напряжение. Так, может быть, мы с вами... Что? Что мы с вами? Куда-нибудь сходим. Сан Саныч, ну не смешите меня. Куда мы с вами сходим? В кино? На дискотеку? Нет, не в кино. Не на дискотеку. А куда? В тир. Куда? О, Елена Николаевна. Добрый день. Добрый день. А Евгений Николаевич свободен. Спасибо, Виктор Андреевич. А вы временно исполняете обязанность секретаря? Смешно. Ниночка, будь осторожна. У тебя появился конкурент. Добрый день. Евгений Николаевич. Елена Николаевна. Я рад вас видеть. Спасибо за картину. Не ожидала. Понравился сюрприз? Очень. Отлично. А до вашей фразы «не люблю сюрпризов» не давал мне покоя. Ну, видимо, все зависит от того, какой сюрприз. Не поспоришь. Кстати, вы только не подумайте, что это моя очередная придумка, но вы в курсе, что у нас с компанией возникла большая проблема? Нет, а что случилось? Случилось страшное. Нагрянули инвесторы, теперь нам с вами придется водить их по объектам. Евгений Николаевич, я думала, действительно, что-то серьезное. Елена Николаевна, прием инвесторов, это очень серьезное дело. Да. Через полчаса жду вас в машине. Хорошо. Да, Елена Николаевна? Да. Прекрасно выглядите. Спасибо. Это, видимо, Аркаша. Сан Саныч, откройте, пожалуйста. Есть. Как это понимать? Что понимать? Нет. Понимать. Рада! А, вот и Аркаша. Что-то ты долго, мы тебя уже заждались. Просто твой телефон был не у тебя. Я подумал. Что? Что ты подумал? Что Сан Саныч, маньяк, похитил меня и запер в подвале? А ты примчался меня спасать? Ну, знаешь ли, Радочка. Что знаешь ли, Радочка? Просто я забыла телефон в машине, а ты уже, твои больные фантазии надо лечить. Кстати, ты деньги за БАДы принес? Да. То есть, нет. Я приготовил, но забыл. Хочешь ли я сбегу? Нет, нет, не надо. Принесешь вечером, а лучше всего завтра. Сегодня я занята. Как занята? Ты что, забыла? Мы же идем на концерт. Приезжает из Питера струнный квартет. Я уже купил два билета в четвертом ряду посередине. А что дают? Как что? Шнитки. Шнитки. Ну да, в том числе и его знаменитые вариации на один аккорд для фортефуана. Ой, это божественно. Всего один. Какая простенькая музычка. Рада, ты слыхала? Шнитки – простенькая музычка. И этот человек работает в нормонии. Ну ладно, Аркаша, не умничай. Вот ты знаешь, с какой стороны заряжать танк? Нет. А Сан Саныч знает. Так точно знаю. Вот. Хотя, конечно, Сан Саныч, вы ляпнули. Вот. Виноват. Так мы идем на концерт или нет? Телефон. Ты знаешь, до вечера еще далеко, а пока у меня другие планы. Интересно, а какие? Тебе это будет неинтересно. Нет, ну просто а вдруг? Мы с Сан Санычем идем в тир. Куда? Ну я же тебе говорила, это будет неинтересно тебе. А почему? А почему неинтересно? Мне будет очень интересно. Я люблю тир. Хотя это забавно посмотреть, как ты будешь стрелять. Сан Саныч, вы не против, если Аркаша поедет с нами? Вот и отлично. Все, поехали. Да, я люблю тир. Олеся, привет. Можешь говорить? Да, только быстро, а то перерыв заканчивается. Да, да, да. Я просто хотел узнать, какие у тебя планы на вечер. Может быть, мы сходим куда-нибудь? Слушай, сегодня не получится. Я тут опоздна буду торчать. Тут мероприятие студенческое намечается. А не пойти никак? Нет, декан будет проверять, кто есть, кого нет. Ну, так может быть, я тебя встречу, если допоздна? Не надо, меня проводят. Кто проводит? Девчонки наши. А девчонок кто проводит? Ну, мы друг друга проводим. Все, Никит, мне некогда говорить. На лекцию побежала. Пока. Пока. Никита Андреевич, как самочувствие сегодня? Нормально. Очень хорошо. Алексей Дмитриевич. Да? Все-таки, все-таки не очень. Вы знаете, вы не могли бы меня сегодня чуть пораньше отпустить? Голубчик, вы меня пугаете. Такое долгое похмелье, это уже патология. Это не похмелье, что вы, я просто действительно не по себе. Если вам не здоровится, я как врач вам, конечно, могу поверить. Идите, но... Спасибо. Браво! Я даже не знала, что стрелять это так весело. А вы попали? Все в десятку. Потрясающе! Аркаша, видишь, какой Сан Саныч молодец? Ну, вижу, вижу. А вот интересно, из танка вы тоже бы попали? Ну, это все я бы тебе разнес, понимать нет? Ой, какая прелесть! А научите меня стрелять! Да, конечно. Так, держим. Угу. Так, прежде всего, нужно, чтобы успокоилось дыхание. Ой, подождите, я в этих наушниках плохо слышу. А вы почему наушники не надеваете? Ну, это профессионально в уши пристреляно. Так, внимание, держим. Угу. Так, пистолет. Должен стать продолжением вашей руки. Аркаша! Ты что, с ума сошел? Извините, как-то само получилось. Само получилось? Я чуть не оглохла! Аркадь Геннадьевич, вы хоть предупреждаете? Ну, я уже извинился. Руку тверже держите. Она у вас ходуном ходит, понимать нет? Это мне профессионально. Она и должна у меня ходить ходуном. Вообще, я без вас все сам знаю. Наушники оденьте. Господи, боже мой. Пожалуйста. Знает он. Что ты знаешь, Бетховен? Тебе профессионал рассказывает. Слушай. Сан Саныч, научите его. Постарайтесь совместить мишень с мушкой. Так, не спешите и долго не тяните, иначе рука устанет. Я сам все знаю. Она мне какие-то элементарные вещи объясняет. Как вам угодно. А мушка это у нас что? Мушка это... Это выступ на стволе. Вот это пимпочка? Так точно. Такая маленькая. Это преличество такое. Так, внимание. Держим крепче. Пистолет должен стать продолжением вашей руки. Аркаша! Извините. Извините. Папа. Да? Извините. 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 Опять по работе? Да. Может, ты все-таки скажешь мне, кто она? Мама, у меня встреча с серьёзным издателем. А сколько ей лет? Дети от первого брака есть? Давай я завяжу тебе галстук. Мама, у меня нет времени, мама. Ну, ты можешь мне хотя бы сказать, как её зовут? Из какой она семьи? Ну, ты не можешь меня оставить на неведении на весь вечер. Ты же знаешь, я буду волноваться. А мне это вредно. Вредно, очень. Мамочка, не волнуйся. Посиди, почитай книжку, посмотри телевизор. И ничего себе не выдумывай. Лёсик, ну, Лёсик. Всё, мамочка, пока. Подожди, я с тобой. Куда? Гулять с собакой. А, потесонок. Именно это и позволило нам сократить протяжённость коммуникаций практически в два раза и, соответственно, сократить их себестоимость. В два раза это огромная экономия. Нам, как инвесторам, очень приятно это слышать. Может быть, ещё есть какие-то вопросы? Я с удовольствием отвечу на всех. Да нет, вроде всё ясно. Евгений Николаевич, поздравляю. Месяца не прошло, как вы здесь, а уже такие результаты. Профессионал. Это не только моя заслуга, если бы не местные специалисты, та же Елена Николаевна. У неё прямо столичный уровень похода к делу. Да, Елена Николаевна, мы приятно удивлены. Спасибо. Чтобы закрепить это наше хорошее настроение, предлагаю поехать куда-нибудь поужинать. А столик уже заказан. Евгений Николаевич, а можно на два слова? Да, конечно. Простите. Евгений Николаевич, а я в ресторане тоже нужна? Ну да, а что, есть другие предложения? Да нет, просто я подумала, что объекты мы уже показали, и в ресторане я не понадоблюсь. Елена Николаевна, так дела не делаются. Пока мы инвесторов до гостиницы не доведём, мы всё ещё на работе. Ясно. Так-то можно я позвоню, предупрежу, что у меня планы на вечер разменились? Ну да. Звоните. Спасибо. Хорошего ты себе зама нашёл. И специи есть на что посмотреть. Кадр вообще мой конёк. Ну, спасибо, Сан Саныч, что довезли нас. Так хорошо постреляли, да? Да. Ну, как говорится, служу России. Поднимайте это. Ну, я пойду перед концертом смою запах пороха и побежим в филармонию, да? Подождите! Сан Саныч, а вы не добросите нас до филармонии? Без вопросов вы, Раджи Степанович. Подождите, Раджич, а может, нам не надо так утруждать человека? Он и так для нас расстарался. Чепухай, я на концерт с вами схожу. Послушал бы, что за шнитки такой, понимать нет? Я не вижу смысла. Вообще, это музыка полифонии. Она для зондаков. Ну и хорошо. Вы же сами сказали, что я должен поработать. В культурном плане над собой. Вот я бы и поработал. Рыве не ваша похвалина, но билетов нет. Переанжелак. А зачем ей билеты? Я же в филармонии служу. Ну, в крайнем случае, посижу на ступеньках, понимать нет. Посмотрю. Шнитки не кино. Шнитки слушают. Хорошо, я послушаю. Вы не против, Ирина Степановна? Что? Говорите громче. Я после Аркашиной пальмы половин слов не слышу. Хочу на концерт с вами сходить. Ну, послушать. А, прекрасно. Аркаша, ты же не против? Ждите меня. Отлично. Я скоро приду. Ну, а что, мне реально действительно интересно. Ну, я вас слышу. Шнитки? Фамилия такая смешная. Наверное, и музыка веселая. Обхакучишься. Весе. Отлично. Отлично. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Спасибо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Звободны? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А вы говорили аншлаг. В нашем городе так мало высококультурных людей. Это ж нитки. Это попури. Что? Слушайте. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Опять, я так понимаю, не будут? Господи, боже мой, невозможно. Это симфония. Тут не поют. Это не маша по отцу. Ну все, хватит. Давай не втирись-то, ребят. Перестаньте. Не мешайте наслаждаться. Виноват. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Елена Николаевна, вы пробовали когда-нибудь обходиться без телефона? Извините. Вы просто весь день звоните и звоните. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ 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 МУЗЫКА Итак, поговорим о съёмках в условиях низкоосвящённости. Опаздывайте, молодой человек. Проходите поскорее. Ну что, вы так и будете стоять? Извините, я ошибся. Верю. Ну так вот, о чём мы говорили? О низкоосвящённости, да? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Евгений Николаевич, я прошу прощения, я на одну минуточку. Конечно. О, как вы быстро добрались. Да, Евгений Николаевич вас ждёт. Я на минуточку. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА 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 ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА